Всем любителям настольных игр привет! Я Грейвулф и вы на канале iPlaySolo. Я продолжаю играть в Time Stories. Если вы набрели на это видео совершенно случайно, то учтите, что оно полно спойлеров и вам лучше отсюда уйти. Если вы хотите вообще понять в чем дело, то посмотрите вступление первого видео. Для всех остальных я продолжаю. В завершении прошлого видео, я вам кстати не показал, мы же проиграли второй раз. Соответственно мы взяли карту, прочтите эту карту, если бы вы провалили миссию во второй раз в связи с нехваткой времени. И в общем что здесь происходит? Боб на нас орет, он конечно недоволен, говорит Вы что, проснитесь? Столько денег у вас вбухали, а вы профаны. В общем короче он активизирует экстренный протокол, который в принципе заключается в том, что мы опять же оставляем у себя только карты с символом агентства. Это у нас только одна карта, план, на котором появился кабинет доктора Гиацинта. А все остальное сбрасываем, как было, избавляемся от всех предметов, к сожалению. И перечитываем карты F и G базы, где получаем инструкции Лауры. А протокол, который активизировал Боб, говорит о том, что мы добавляем 5 единиц времени к нашему начальному времени. То есть мы начинаем с 25 при игре вчетвером, а добавляем 5, и это получается 30. И в этот раз, если мы доходим до нуля, то мы продолжим играть и будем перемещать фишку времени в обратную сторону. То есть после нуля у нас пойдет 60, 59, 58 и так далее. Единственное, что мы должны учесть, что это отразится на нашей финальной оценке. Ну что ж, мы снова оказались в дневной комнате, и здесь все просто. Мы возьмем ключ и возьмем газетную вырезку. Все равно делать больше нечего. К остальным картам даже не пойдем. Здесь у нас предмет номер 24 ключ и предмет номер 22 газетная вырезка. Все, больше делать нам тут нечего. То есть мы взяли вот этот вот ключик, который, как оказалось, от шкафа с медикаментами. Но газету можно было не брать, я не думаю, что она что-то нам даст. Мы здесь просто получили информацию о том, что пропали 5 пациентов. Но поскольку, опять же, все равно делать больше нечего, мы на всякий случай этого риска возьмем. А теперь мы пойдем сразу же в лазарет. И на это мы потратим 2 единицы времени. Раз, два, и переместимся в лазарет. В лазарете у нас, естественно, Васил, у которого ключ, пойдет открывать шкафчик. И вместе с ним пойдет Евгений на всякий случай. Мало ли там на нас из шкафчика что-то выпрыгнет. Ну а Мари с Феликсом. Здесь даже, пускай будет только Феликс, а Мари пойдет туда к шкафчику на всякий случай. Феликс у нас поговорит с медсестрой. Мы этот сценарий уже знаем. Она с нами разговаривать здесь отказывается. Но мы получаем вот такую фишку, и теперь можем с ней встретиться в спальне. А ребята будут открывать шкаф. Ключ 24 есть. И берем предмет номер 7. Это у нас шприц. Шприц для... Ну, соответственно, для... Это набор для инъекций кокаина. И позволяет восстановить 3 единицы здоровья. Нам нужно взять 3 фишки. Вот такие вот. И каждая фишка будет восстанавливать одно здоровье. Короче говоря, это такой не супер обязательный предмет. То есть в битвах, если у нас кого-то ранят, то можно будет восстановить этому кому-то здоровьица. Пока дал шприцу Феликсу. Ну, а мы отсюда уходим и идем в спальню. Две единицы времени. Раз, два. Переходим в спальню. Ну, что ж, мы в спальне. И у нас есть вот как раз эта закрытая карта. И есть нужная-нужная фишка. Разговаривать с медсестрой пойдут Феликс и Васил. А Евгений и Мари, у них самые высокие показатели ловкости, пойдут опять вскрывать ящики. Так, здесь у нас сложность проверки 5. Ну, посмотрим, завлекли нас сюда снова ради ерунды или все-таки нет. В общем, эта очень взволнованная женщина рассказывает нам о том, что нам надо поторопиться. Я знаю, что произойдет с вами. Доктор сошел с ума. У меня есть письмо, чтобы это доказать. И Жозефина ничем не лучше. В любом случае, неважно, что произойдет. Для меня лучше, чтобы вы были свободными, чем мертвыми. Найдите вход в катакомбы и убегайте через этот, в общем, ход как можно быстрее. Потом она опускает свою голову и уходит от вас шокированно тем, что она только что сделала и сказала. А вы получаете предметы 5 и 18. Итак, у нас предмет номер 5. Это письмо. И здесь, в общем-то, написано, что «Дорогой профессор, я смог наконец-то собрать необходимые элементы для нашего проекта». Для того, чтобы действовать в строжайшей секретности, я выбрал 5 пациентов, которые помогут нам выполнить условия плана. Подземелье можно проникнуть через, и здесь у нас «Клякса», но в конце «СК». Мы знаем, что «Киоск», «Киоск в парке», то есть через киоск. Но можно туда попасть и быстрее. Я нашел проход, который позволяет дойти до парка прямо через мой офис. Ждите их там и приведите их к месту назначения. Великий день приближается. Доктор Гиацинт. А вторая карта, которая, кстати, останется с нами, потому что на ней символ агентства, это карта с катакомбами. Катакомбами, про которые нам говорила взволнованная медсестра. Ну что, теперь у нас варианты. В общем, в это подземелье можно попасть через киоск. Ну что, в киоск попасть нужно попасть в парк, нужно украсить ключ и так далее. При этом мы помним, что там, где у нас был парк, там у нас была одна карта, которую мы не смогли открыть. Нужен был малиновый или розовый символ. Мы его пока до сих пор не нашли. То есть, я думаю, что возможно на той карте каким-то образом есть что-то, что может нам попасть через киоск в подземелье, о котором тут все говорят. То есть, у нас сейчас вариант, либо идти в офис к доктору Гиацинту, и он нам сказал, что через его офис есть проход туда, либо в катакомбы бежать, через который, как предполагается, мы можем забежать. Но мы-то знаем, наша задача как бы не сбежать, наша задача выяснить, что происходит. Поэтому, наверное, пойдем в офис к доктору Гиацинту. Ну что ж, будем заканчивать сначала со спальни. Мы еще пока никуда не уходим, нам уже надо взломать ящики. И у нас эти двое переходят сюда, к ребятам, на случай, если они не сломают ящики в первый свой ход. И сначала Мари, у нее два кубика, только лишь один успех. И теперь Евгений, у него три кубика. У него два успеха. Не получилось взломать все, поэтому придется тратить еще одну единицу времени. Мари, два кубика. Снова только один успех. А, Феликс, кстати, может теперь уже кинуть. И есть. Феликс доламывает замки. И мы получаем, как обычно, наши три предмета. Знаменитых рубин, вантос и пентаграмму. Ну все, теперь мы отсюда валим. Это две единицы времени. И мы переходим в помещение к доктору Гиацинту. Вот так вот выглядит офис доктора Гиацинта. Куча книг, какие-то банки и склянки. С ужасом какие-то зародыши. А здесь сидит сам доктор Гиацинт. И читаем текст. В общем, снова побродив по коридорам и подергав ручки многочисленных закрытых дверей, мы наконец-то нашли офис с табличкой доктор Гиацинт. Через дверь слышны звуки печатной машинки. Мы постучались и через секунду услышали голос. Войдите. Зайдя, мы сразу же увидели офис, заставленный полками с медицинскими томами, различными склянками и разными предметами. На стене висела картина персонала, фотография персонала, которая сразу привлекла наше внимание. Ну а за столом сидел сам доктор и пристально смотрел на нас. Так, ну я думаю, что картину пойдет посмотрит Мари, а все остальные пойдут разговаривать с сумасшедшим доктором. Подобные символы мы видели и на пентаграммах. Вопрос, что бы это все значило. Здесь у нас пять символов, отмечены пять людей. У нас было пять похищенных пациентов, но это вроде бы не пациенты, это как бы персонал. Неясно. Ну а что там доктор нам скажет интересного? Замок у нас здесь. Значит, уйти отсюда мы уже не сможем. Приветствую, говорит доктор. Запомните, ваше освобождение полностью зависит от нас. И запомните, что каждая... Что каждая... Что-то каждое в своей собственной... В своем собственном луче звезды. Что бы это ни означало. Он подходит к шкафу с книгами, открывает секретный проход. Зажигает лампу и говорит, я жду вас. Мы можем последовать за доктором и взять серую фишку и оказаться на вот этой вот карте. Либо мы можем попробовать и убить доктора. И взять синюю фишку. Я выбираю мирный вариант. Может быть доктор нам еще что-нибудь расскажет. Помимо того, что что-то должно быть в своем собственном луче звезды. Или на вершинке звезды. Возьмем серую фишку. И нам для того, чтобы перейти на эту карту, нужно, чтобы на этой карте были все четыре игрока. Хорошо. Тогда мы тратим единицу времени. И все переходят на карту 8D. И здесь мы следуем за доктором, у которого в руке свеча по секретному тоннелю. Мы идем по-настоящему лабиринту тоннелей, пока не достигаем металлической двери, которую, похоже, можно открыть только изнутри. Остальное в ваших руках, говорит доктор. Мы рассчитываем на вас. Профессор Дизмантю ожидает вас на другой стороне. Ха, на другой стороне Дизмантю уже Монтикора покушала. Я встречусь с вами. Я скоро встречусь с вами. И он разворачивается и уходит, откуда пришел, закрывая за собой дверь. Мы берем предметы 9 и 17. А затем наша команда идет в локацию номер 9. Офис доктора теперь закрыт. Помещаем желтую фишку на план, чтобы пометить, что мы не можем в него больше войти. Предмет номер 9 у нас. Это план. Отлично. План с парком. Супер. Значит, мы нашли туннель в парк. И предмет номер 17. Ага. Это очередная пентаграмма. Пентаграмма, которую мы нашли в лабиринте. И вот эти вот лучики стрелы. И как он говорил, у каждого свой лучик стрелы. Или каждый в своем лучике стрелы. Значит, вот эти, возможно, буквы КА, БИ, РЕ и так далее нам нужны будут для разгадки какой-то головоломки. Ну что ж, снова идем в парк. На это нам потребуется 2 единицы времени. Карту на плане мы заменили. И переходим в парк сразу же. А офис доктора у нас закрыт. Мы снова в парке. Проблема в том, что у нас по-прежнему нет вот этого вот символа. И мы его не встречали. Где его найти, я пока не знаю. Поэтому у нас здесь вариантов немного. Нам надо сходить будет к Монтикорре. Но не с Монтикорре сразиться, а взять там еще одну пентаграмму. И вот здесь вот мы убили человека, с которого взяли пистолет и письмо. А там был у нас вариант, с ним можно было попробовать договориться. Поэтому в этот раз посмотрим и попробуем с ним договориться. Отправим договариваться Мари и Юджина. А Феликс с Василом еще раз посмотрят, что у нас здесь. А нет, они лучше. Феликс посмотрит, что у нас здесь еще раз. В этой беседке, в этом киоске. А Васил откроет путь к парнику, чтобы зря не тратить время. Итак. Тот же самый человек из избушки. На нас с пистолетом. Но в этот раз мы попробуем с ним потолковать. По-человечески. Здесь у нас киоск. И говорится о том, что у нас должен быть ключ один. И вот символ, которого у нас нет. А, нет. Нам говорится о том, что мы можем взять ключ. Если у нас есть ключ 21, то мы берем как раз нужный символ. А-ха-ха. Так, так, так. Вот я совершенно только забыл, где был этот ключ. Где мы такой ключ находились с вами. А не был ли он на трупе гиацинта? Или, вернее, дизмонтью. Сейчас проверим. Ну и Васил берет предмет номер 11. Это план с парником. Ш-11 карта. Да, план с парником. Ну что ж. Время. И Мари бросит 3 кубика разговорчивости. Ой, к сожалению, у нее ничего. Она может любой кубик переделать в успех, воспользовавшись своим умением. И снять один щит. У Евгения у нас тоже бойкость или разговорчивость. Тройка. Поэтому он тоже будет бросать 3 кубика. Есть. Отлично. Хорошо. Не потратим лишнее время. Все три снимаем. И мы с человеком договорились, урезонили его. Он пистолет опустил и дал нам предмет номер 14. Посмотрим, что это такое. Так, эта карта представляет из себя Жуля. Это, видимо, человек, который как раз с пистолетом был. Ага, он теперь присоединяется к нам до конца игры. У него будет 3 жизни. И он каждую свою из этих единиц жизни может отдавать за единицу жизни оппонента. То есть, если мы будем с кем-то сражаться. Когда все три мы истратим, он уже больше помогать нам не сможет. И Жуль нам говорит о том, что он подозревает медицинскую команду в каком-то колдовстве. И как доказательство он дает вам кусочек бумажки, которую он сказал, что нашел около киоска. И мы берем предмет номер 13. Он также говорит, что уже на протяжении нескольких месяцев какое-то животное воет в ночи где-то рядом в парке. Но мы теперь знаем, что это за животное. В этот раз к нему не пойдем. Вот что нашел Жуль у киоска. И это как раз та записка, которую мы и так и так сняли с его тела в прошлый раз. От Эрика Дисмонтьёд Доктору. Ну ладно. Ну что ж, идем в парник. Ах, 3 единицы времени. Мы уже на 15-м. На 15-й единице осталось совсем немного. Половину уже пробежали до нуля. Но мы сможем потом двигаться дальше, как нам уже сказали. Но это с потерей очков оценки. За Аметистом в этот раз мы не пойдем. Сражаться с Монтикорой не будем. Морей с Юджином пойдут к водопаду. Ну а Феликс с Василом к бассейнчику. У водопада мы находим статую и рядом с ней листок. Берем предмет номер 1. И это еще одна пентаграмма. Ну а здесь мы находим мертвого Дисмонтьё. Насколько я помню. Да. Эрик Дисмонтьё. И большой металлический ключ. Предмет номер 21. Да. По-моему это как раз то, что нужно, чтобы зайти... Чтобы вот открыть ту неизвестную карту у киоска. Уходим отсюда. Отлично. 1. Это единица времени. И мы возвращаемся обратно в парк. Ну что ж, в парке идем все к киоску. И да, ключ 21. Ключ 21 нам подходит. И мы берем фишку соответствующего цвета и формы. Кладем ее на место. Тратим единицу действия. И переходим на закрытую карту. Вот такие вот жуткие твари нас там поджидают. Что за ужас. Уйти отсюда мы не можем. Отперев дверь, мы спустились по каменным ступеням. В темную комнату, откуда слышались примитивные песнопения. И вот эти вот песнопенцы поджидали нас в этой как раз комнате, распевая псалмы, или вернее выкрикивая псалмы, как может, так громко, как они только могли. Мы заметили, что за ними есть какой-то проход, в который мы явно смогли бы протиснуться. В общем, нам придется сразиться с этими ребятами и взять предмет номер 16, если мы победим. Ну что ж, давай, Феликс, выручай. Феликса сила по-прежнему 3. Жалко, у нас сейчас ни пистолета нет, ни клюшки для крикета ни у кого. Все остальные достаточно слабенькие. Только лишь Феликс с тремя кубиками. И Феликс очень неудачно бьет. Только один успех. Один щит он снимает. Но у нас остается там 4 щита. Плюс 2 черепа. Это 6 черепов, минус его защита 3. В общем, он теряет одну жизнь. И следующим... Возможно, сейчас как раз время использовать Джулия. Я вот даже не знаю, стоит ли нам это делать. А, во-первых, мы должны были потратить время для того, чтобы атаковать. А теперь будем думать, Мари или Джуль. Джуль может помогать только когда хозяин этой карты. То есть в данном случае, я так понимаю, Мари, которую он прикрывает, атакует. Так что Мари придется, наверное, атаковать или пропускать ход. Вот, пропускать ход я не хочу. Пускай Мари атакует. Это у нас выпало, не считается. Ах, черепушка, это плохо. Так, ну, Джуль одну свою черепушку тратит. Взамен одной черепушке этих пивунов. У пивунов остается 3 щита. А почему у них 3 щита остается? У них же было 5. А, ну правильно, да. Один все-таки Феликс снял. Так, 3 щита остается, а Мари получает... Получает она, в общем. И ее ранит. Теперь у нас Евгений, Юджин. Юджин тоже будет атаковать. Давай, Юджин. Есть успех. Это хорошо. И теперь у нас атакует Васил. У Васила пусто. А это значит, что мы тратим снова единицу времени. И Феликс. Давай, Феликс. Покажи, на что ты способен. Феликс не очень-то показал. У него только один успех. И пустая фишка. Это означает, что он получает 1 фишку стресса. Если будет 3, то будет плохо. Так, теперь Мари. У нее 1 кубик силы. Вот так вот. Вот, девчонка, а? Феликс, ты там боксер. И ничего не можешь сделать. А она вон тут налево и направо кладет монстраков. Все, победили. И берем предмет номер 16. А предмет номер 16. Это снова карта с планом. И теперь у нас здесь появляется локация 16 под киоском. Спускаемся под землю, друзья. Спускаемся под землю. 2 единицы времени. И здесь у нас несколько карт А. На этих картах нам говорится, что будьте внимательны. Будьте внимательны. У нас 3 карты А. И используйте только ту, которая подходит под вашу ситуацию. Здесь у нас должен быть желтый и малиновые фишки. У нас такой карты А нету. Да нет, таких фишек нету. Здесь у нас карта А с малиновой вот такой вот фишкой. Да, она у нас есть. И последняя здесь у нас просто желтая. Такой у нас тоже нет. Ну, используем, соответственно, предыдущую. И здесь у нас, как обычно, текст. Прорвавшись через странных существ, мы протиснулись в дырку в стене. И свалились в помещение, которое находилось под нами. Видимо, вот отсюда мы свалились. Перед нами несколько путей. Слева наполовину открыты врата. За ними виднеется лестница, которая ведет глубже в подземелье. А оттуда сильно воняло гниющей плотью, что заставило нас призадуматься. По центру закрытая решетка, которая ведет к склепу. Оттуда у нас пробивается свет. Ну, а справа узкий туннель, уходящий в темноту. Ну, что ж, давайте смотреть. Феликс у нас проверит туннельчик, откуда плотью пованивает. Мария у нас пойдет к решетке, так как у нее все пентаграммы. С ней, наверное, пойдет и Юджин. Ну, а Васил проверит ход направо. Поехали. Так, здесь у нас проход. И говорится о том, что если наша команда решит пойти по этим ступеням, два возможных варианта у нас. В зависимости от того, есть ли у нас такая фишка. Если у нас она есть, берем предмет номер 25. Она у нас есть. А если... И перемещаемся в локацию 14. А если у нас ее нет, то перемещаемся в локацию 14 без предмета 25. Вот так-то. Давайте здесь склепик посмотрим. Очередная звезда с символом. Замок слишком крепок, чтобы его сломать. И похоже, что требуется код. Чтобы составить код, следуйте инструкции, данные на пяти пентаграммах. То есть у нас должно быть пять пентаграмм с вами. Пентаграмм у нас пока три. Если считать ту, которая в замке в самом, то четыре. То есть как минимум еще нужна пятая. А как максимум еще две. Где-то пентаграмма надо искать. Ну а что у Васила? У Васила тоже проход в никуда. В локацию 17. Куда пойдем? Налево или направо? Вот вопрос. Отсюда у нас воняет гнилой плотью. Но там нам могут дать предметик 25. Интересно, что это за предмет. А здесь у нас тоннель, ведущий в локацию 17. Что тоже неизвестно, что это такое. Ладно, пошли направо. Кстати, во-первых, мы переводим время на единицу. И все перемещаются. А, нет, это же не обязательно всем перемещаться. Нет, обязательно. Все переместились сюда. Теперь мы бросили на перемещение в локацию номер 17. У нас это будет 2 единицы времени. Но поскольку у нас эта локация под киоском красная, то мы тратим еще 2 единицы времени на то, чтобы из нее выбраться. И у нас остается только 4 хода до 0. Вот такая у нас 17 локация. И тут снова текст и условия. В общем, здесь говорится о том, что мы в этот тоннель углубились и не зашли в него далеко, как послышались какие-то речащие и скрипящие звуки. И нас окружили страшные существа. Пути назад нет. Теперь нам нужно перемещаться по этой локации только группой. Мы не можем перемещаться по одному. И открывать карты одну за одной. Если у нас нет такой фишки, то мы должны открывать их в порядке B, C, D, E. После чего переместиться в локацию 16. Это откуда мы пришли, собственно. А если у нас есть такая фишка, то мы их открываем по порядку E, D, C, B. И берем предмет номер 18. Эх, по-моему, мы сюда зря залезли в этот тоннель. Лучше бы пошли туда, откуда воняло гнилой плотью. Так, начинаем с E, поскольку у нас есть фишка малиновая. Да что же это такое? Кто это такие вообще? Какие-то... Жутко монстры, в общем. Еще и он что-то там нам... Короче, издают какие-то непотребные звуки. Ну что ж, надо придется с ним сразиться, а затем взять фишку желтую, вот такую. Ну что ж, будем сражаться. У нас Феликса 3 кубика силы. Феликс реально просто бесполезен. Бесполезен. При этом, два пустых кубика это еще два стресса. Это означает, что у него падает планка, и он долбанет по кому-нибудь, кто находится в одной с ним локации. Но с ним находятся все, и я думаю, что мы у Васила здоровье отнимем. Возьмем у Васила единицу здоровья. А Феликс теряет еще одну единицу жизни. Кстати, мы за то, что мы действуем, мы должны были время потратить. Так, у Феликса остается одна жизнь только. Теперь Мари. Вот так вот. Получите, распишитесь. Молодец, Мари. Юджин. Есть. Готов рябчик, кто бы он ни был. И мы получаем желтую фишку. Теперь можем переместиться на карту, соответственно, Д. Тратим единицу времени. Перемещаемся. Так, ну этот у нас хоть похож на человека. С клешней непонятно чего. На голове там тоже какие-то отросты. На жуть. Гибрид. Гибридное существо из кошмаров. Очевидно, платоядное. Загораживает нам путь и постарается нас съесть. Ага. Мы можем его либо победить, либо бросить ему кусок мяса. А, вот оно, мяско-то. Нам бы понадобилось сейчас с кухонки. Но у нас его нету. Ну что ж, снова единицу времени тратим. И теперь будем действовать. Будем драться. Феликс у нас почти мертв. Поэтому я потрачу два кокаина из его шприца. И восстановлю ему здоровье. Теперь он берет три кубика. Да что вообще такое происходит? Да. Остается у нас четыре. Плюс один пять черепов. Защита три. Теряем здоровье. Еще и пустой кубик. Очередная фишка стресса. Мари. У Мари ничего в этот раз. У Евгения не считается ничего. И у Васила. Васил нет, тоже бросит один кубик. А, вот это очень плохо. Так, Васил тоже теряет жизнь. У него остается последняя единичка жизни. Мы передвигаем время на ноль. В этот раз мы не перемещаемся обратно, начинаем идти по времени по кругу. Есть. Наконец-то Феликс бросил как надо. У нас четыре успеха. А это означает, что мы с одним ударом добиваем это существо. Но ничего за это не получаем. Можем просто пройти дальше. Тратим единицу времени. И находим дверь. Дверь можно взломать, либо сбить замок из пистолета. Но пистолета у нас нету, поэтому придется взламывать. Вопрос, ради чего все мы это делаем. Надеюсь, это не совсем был бесполезный туннель. Ну что ж, снова единица времени. Будем ломать дверь. Феликс, у него один кубик. Ни о чем. Мари, у нее два кубика. Есть один успех. Три кубика у Юджина. Есть три успеха. Ну давай, последний остался. И у нас у Васила два кубика ловкости. Отлично. Просто супер. Дверь взломали. Ничего не получаем. Это просто мы взломали дверь, чтобы продвинуться дальше. Еще одну очку времени и передвигаемся на последнюю карту. Если здесь нет никакого супер приза, то в этот туннель, поход в этот туннель был большой ошибкой. Да, никакого супер приза здесь нет. На нас нападает очередное страшилище с головой какого-то муравья и с клешнями. Которого просто придется побороть. Ну и вот, собственно, и все. Но интересен лишь тот момент, что, видите, в этот... Мы сейчас пришли из локации номер 16, где вот вход в склеп. И мы в эту локацию прорвались из-под киоска, спрыгнув в дырку в полу и провалившись в помещение ниже. Здесь на этой карте говорится, что если бы у нас не было вот этой малиновой фишки, мы должны были бы идти в другом порядке. А если бы мы шли в другом порядке, то когда бы мы последнюю карту, действие последней карты бы выполнили, мы бы попали в локацию 16. Это как раз локация со склепом. Что означает, что вот через этих монстров можно было пробиться из какого-то другого места. Может быть из катакомб, куда нас посылала сестра. Та, которая уговаривала нас бежать или еще откуда-то. Но можно было попасть сюда другим путем. Для нас же, поскольку мы уже и так были в локации 16, я так понимаю, это был полный бесплезняк. Ну что ж, Феликс, давай время. Супер, наконец-то. Феликс, есть пустой кубик, и он берет второй токен стресса. У него уже два стресса, но зато он хотя бы с первого раза убивает противника, наконец-то. И убив противника, мы получаем... А, мы все-таки что-то получаем. Мы получаем предмет 18. Я какое-то время безуспешно искал предмет 18, а предмет 18 у нас вот. Это план карты, которую нам дала медсестра. Значит, действительно, то есть, это означает, что если бы у нас этой карты не было, то пройдя через это подземелье, мы бы нашли катакомбы. Которая нам так и так показала в данном прохождении уже медсестра. В общем, это был полный провал. Нам не надо было ходить в этот правый туннель. Так что теперь идем в туннель слева, откуда воняло гнилью. Единица времени нам потребуется для того, чтобы вернуться в локацию 16. А оттуда уже в нужный туннель. Ну что же, друзья, на этом все. Я эту серию закончу. Всем, кто был со мной, большое спасибо. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok